Вопрос вопросов, который звучит, а вот как мужчине намекнуть? В данной конкретной ситуации героиня написала, вот как мужчине намекнуть, что хочешь брачный контракт. Иногда формулировка, как мужчине сказать, что я хочу замуж, как мужчине сказать, что я хочу, чтобы он оплатил мой билет, как я хочу сказать. В общем, понимаете, как я хочу, как ему сказать, как ему намекнуть. Давайте мы с вами выработаем, начнем вырабатывать какие-то паттерны, чтобы в мозгу зафиксировалось. Если у вас в светлой вашей голове рождается вопрос, как ему сказать, единственный ответ – ротом. Других вариантов нет. Если вы что-то хотите важное сказать, обсудить, намекнуть, единственный вариант – это сделать как ротом. Дальше уже другой вопрос. В какой ситуации, какие аргументы подобрать, как лучше ситуацию построить – это уже другое. Но изначально, изначально делайте себе задачу проще. Если вы задумываетесь над вопросом, как кому-то что-то сказать, вопрос только ротом. Если бы вы сейчас сидели передо мной, вы бы сейчас вслух это ротом проговаривали, и бы других ответов на этот вопрос просто нет. Мы всегда говорим, что для нас считается важным. Вопрос тут на самом деле глубинный. Если вы боитесь кому-то что-то сказать, то вы теряете позицию взрослого самостоятельного человека. Давайте всё-таки примем как установку, как базисную установку, что мы с вами взрослые самостоятельные женщины, которые более-менее разбираются со своей жизнью. Поэтому если нам надо с кем-то какой-то вопрос обсудить, мы его обсуждаем. Естественно, конечно, что мы не будем, да, вот я ситуацию такую совершенно, я не знаю, критическую взяла, что, например, вы хотите, он только в дом пошёл, а вы ему сразу, давай, брачный контракт будем с тобой подписывать. Конечно, так мы не делаем. То есть для того, чтобы проговорить важные моменты, мы подбираем момент, мы подбираем ситуацию, мы подбираем какой-то вот словарный запас, и мы подбираем аргументацию. Будет ли это брачный договор, выйти замуж, куда пристроить детей, не пора ли маму мою пристроить. Не важно, куда, не важно, куда, о чём вы хотите поговорить с вашим кавалером. Самый главный вопрос, что мы готовы к тому, что мы это просто говорим, других вариантов нет. И второй вопрос, подобрать правильную, разумную аргументацию. Почему и зачем конкретно нам это надо как команде для того, чтобы это дело осуществить. Если мы возьмём конкретный данный пример с брачным договором, с брачным контрактом. Советую, посмотрите, пожалуйста, года два назад, наверное, года полтора-два назад я проводила аналогичный вебинар по брачному контракту немецкого законодательства. Там было очень классно, там накануне был вебинар для мальчиков, а потом я с этими знаниями пришла с вами и уже рассказывала вам. Так вот, если вы задумываетесь про брачный договор с вашим кавалером, то вам надо изначально не брачный договор обсуждать, а вам надо разобраться в законодательстве страны. Понимаете? То есть не подписывать что-то, бежать непонятно что, где вы сами не понимаете, соответствует ли это текст законодательству или нет. А вы сначала лезете сами в законодательство с помощью Google Translate, залезаете в какие-то форумы, изучаете вопрос, если вам действительно очень сильно нужно, я бы сказала, сильно приперлся этот брачный договор, и тогда уже подыскиваете аргументацию, почему вам с кавалером надо подписать этот важный документ. Если мы возьмем страну Германию, то в принципе брачный договор нужно подписывать только если ваш кавалер предприниматель, если у него есть ГМВХ, форма собственности, то есть там, где он как предприниматель несет ответственность личным имуществам за какие-то свои проделки. То есть вот у меня, например, открытый ГМВХ, у меня прописано о том, что я несу своим личным имуществом ответственность перед своими клиентами. Это значит, что если кто-то из вас как-нибудь там, не знаю, что-то такое сильно огорчит мужчину, и мужчина пойдет в суд, доказывает, что мы ему нанесли какой-то там неизмеимый вред, то я, получается, несу личным имуществом. Поэтому моему мужу, будущему или там какому-то там, прошлому, есть смысл со мной что-то подвязывать, чтобы имущество фирмы – это одно, а имущество личное – это другое. Поэтому в принципе, на самом деле, по немецкому законодательству единственный очень важный случай, когда надо подписать, это в том случае, чтобы долги или проблемы его компании не переходили на вас. Да? Во всем остальном, во всем остальном, не важно, что вы подпишете, если брачный договор не соответствует законодательству Германии, то по этим пунктам договор не считается действительным. Германия в этом отношении действительно правовая страна. Правда, тут там тоже могут быть судебные разбирательства по нескольку лет длиться, но это уже другой вопрос. Но факт такой, что если касается, опять же, страны Германии, то получается, что кто с каким имуществом пришел, тот с таким имуществом и уходит. Вы своим имуществом дома никаким образом не искуете, если только сами добровольно не согласитесь его продать и отдать мужчине своему деньги. Поэтому, в принципе, по Германии, если ваш мужчина не предприниматель, и если у него нет потенциальных рисков перед своими клиентами, то, в принципе, брачный договор вам, по сути дела, не нужен.